В новой книге «Искусство риска» журналист Кайт Сукль общается с несколькими людьми, освоившими конкретные стратегии успеха. Одним из наиболее поучительных интервью было со служащим армии специального назначения Марком Уолтерсом. В момент, когда книга была написана, Уолтерс служил уже почти два десятилетия. Мы говорим о годах высокоинтенсивной боевой и стрессовой подготовки. Сукль имела возможность много пообщаться с Уолтерсом. Вот когда все это сводится к обучению, говорит Уолтерс. Это не имеет значения, что происходит. Вы знаете, что делать. Я имел обширную медицинскую подготовку, так что если у меня было кровотечение, я просто делал то, что я мог, чтобы его остановить. Я знаю, что я должен делать. Вы делаете это, и вы возвращаетесь к миссии. Существует удивительное количество бизнес-уроков в том, что делает Уолтерс и как. Вот три из них. Изучите свое дело. Как говорит Уолтерс, он потратил массу времени на изучение медицинской помощи. Это важно так, как он не учился на врача. Это напоминает новых предпринимателей, которые хотят создать свой бизнес, но не проверили конкуренцию, не знают ландшафта и не уверены вообще в том, нуждается ли общественность в продукте или услуге. Между научными исследованиями и практикой, вы должны иметь 90% работы, проделанной к старту. Запуск является легкой частью. Серьезно отнеситесь даже к небольшому опыту. Пуля – это жизнь или смерть, но Уолтерс провел значительное количество времени, борясь с менее смертоносными вещами, чтобы в конечном счете подготовить себя к смертельным схваткам. Независимо от вашей бизнес-ситуации, вы, вероятно, приложили усилия с меньшим риском, которые могли бы подготовить к определяющему моменту. В случае Кайт, она начала выпускать небольшое приложение под названием SoQuotable, и пока оно далеко не топ в App Store. Бизнес-технологические и стратегические уроки помогли ей запустить второе приложение Cutler. Знание от первого опыта запуска приложения помогло превратить Cutler в хит, достаточный для того, чтобы получить его продать через год после запуска. Доверяйте тренировкам. После того, как вы попали в пресловутое поле, очень легко полагаться на свои чувства, ваш мозг или даже ваш страх, чтобы видеть все до конца. Не нужно. Хаос боя смягчается только уровнем вашей подготовки. Школой для Уолтерса была армия. Но уроки могут также исходить от наставников, книг или речей. Это вопрос принятия внешней идеи и понимания ее до точки, где она чувствуется на инстинктивном уровне. Именно поэтому писатели пишут каждый день. Венчурные инвесторы всегда слушают новые идеи и военные проводят много времени на полигоне. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok